На вора в законе Гули пытались повесить убийство журналиста и похищение жены главы банка. В колонии Азербайджана его пытали и шантажировали. На вора в законе Надира Салифова, Гули, оказывали давление, когда он находился в заключении. Стало известно, что законника пытали и шантажировали, вынуждая взять вину на себя в нераскрытых уголовных делах. Расчет был на то, что законнику все равно долго сидеть, зато благодаря ему можно было получить продвижение по службе. В этом силовикам помогали представители криминального мира, надеявшиеся таким образом устранить мощного конкурента. Напомним, в 1995 году суд Азербайджана приговорил Салифова к 15-му годам колонии по целому ряду обвинений, в том числе за кражу, бандитизм и похищение людей. Впоследствии ему регулярно предъявили новое обвинение, к примеру, в 2005 году срок законника увеличили до 27 лет. В марте 2005 года был убит известный азербайджанский журналист Эль Маргусейнов, что стало новым поводом для применения Гули специальных методов воздействия со стороны оперативников и работников колонии. Тем не менее, понимая, что это может обернуться для него пожизненным сроком, Гули ничего не подписал. Когда не получилось сломать законника физически, на него решили оказать психологическое воздействие. Прямо накануне собственной свадьбы был арестован младший брат Гули, студент 4 курса БГУ Мушвик Салифов. Его взяли прямо во время волейбольного матча во дворце спорта в Баку, где он находился в качестве зрителя. А уже в конце 2005 года против Гули появилось обвинение в изнасиловании. Ряд достаточно известных в стране женщин, среди которых и организатор конкурса Красоты, заявили о том, что их неоднократно привозили в колонию, где их насиловали заключенные, в том числе и Гули. Правда, они при этом признавали, что каждый раз им платили по 400-500 долларов. Вскоре это обвинение было снято. По некоторым данным, на Гули также пытались повесить и похищение жены главы Международного банка. В то же время, несмотря на заключение, Салифов действительно обладал большими возможностями влияния на криминальный мир и прямо из колонии отдавал распоряжение, ведя борьбу с конкурентами. Так, его оппоненты приписывают ему заказ на убийство в 2016 году главного врага Гули, вора в законе Равашана Джанева, Равшинлин Каранский. Как бы там ни было, но в 2017 году законник освободился по УДА и сразу же отбыл в Турцию. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.